Мы говорим о развитии бизнеса в Краснодарском крае, о правах и обязанностях бизнесменов. И сегодняшний наш собеседник, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, Игорь Якимчик. Игорь Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте также поговорим о Центре общественных процедур «Бизнес против коррупции Краснодарского края» и затем о бизнесе в Сочи. Бизнес борьбы против коррупции, он создан точно так же в первые дни работы. И у него история глубже и больше, чем в целом у нас, потому что эта структура была создана прежде всего на площадке московского бизнеса, сообщества, на площадке «Деловой России». А затем она начала утверждаться и принимать серьезные решения. И она вообще сформирована по решению правительства. И было принято решение о том, чтобы данные структурные подразделения были на территории субъектов Российской Федерации. Этот инструмент помогает прежде всего нам здесь рассматривать те категории жалоб, когда нужно очень серьезно обратить внимание на происшедшую ситуацию, резонансную ситуацию, где могут высказать свою позицию и общественность. И специалисты права, специалисты дела. И нам это очень помогает, когда у нас есть и свое мнение, выверенное в рамках закона. И для того, чтобы не было каких-то более предвзятых отношений к той ситуации, которая возникла, мы подключаем к этой работе экспертизу Центра общественных процедур. И много положительных историй, когда затяжные уголовные дела прекращаются, когда восстанавливаются права предпринимателя, когда случаи, связанные с захватом бизнеса в том числе, они восстанавливаются именно в правомерном поле для того человека, который к нам обращается. Подключаются точно так же средства массовой информации. И вы сейчас наблюдаете и на федеральном уровне слышите, что идут уголовные дела или споры, когда человек находится в определенном состоянии, когда его не слышат. Мы понимаем, что руководители тех контрольных, надзорных органов видят, что нужно настроить работу своих структур именно на комфортные условия создания для бизнеса. Но в то же время, получается, у нас есть и недобросовестный предприниматель, который переводит гражданско-правовые отношения, спор двух хозяйствующих субъектов в уголовное преследование. То есть он может обратиться в силовую структуру, которая начинает идти жестко по предпринимателю, по проверке и так далее. Казалось бы, спор идет бизнес и бизнес, а на самом деле нет. Идут действия по преследованию, и вот тут как раз вовремя нужно включиться и показать, что действия неправильные. А это происходит где-то с сотрудниками, которые находятся в среднем звене, ниже среднего звена. И пока это дойдет до руководителя, а мы проводим вместе с прокуратурой мероприятия, связанные с вообще в целом работой и проверкой всех структур, которые отвечают за отношения с предпринимательским сообществом, чтобы не было давления. То есть мы видим очень много наказаний внесла именно прокуратура Краснодарского края по нашей инициативе, по волоките, по затяжке тех или иных мероприятий, по неправильным там следственным действиям, по неправильному применению где-то налоговых историй, по восстановлению прав в рамках земельно-имущественных отношений в том числе. И везде, после того, как мы увидели сделанное неправомерное, конечно же, мы смотрим, а почему, а кто в этой части оказал такое сопротивление предпринимателю, и, безусловно, идет реакция. Это мы точно так же применяем самостоятельно и сами, и, соответственно, с прокуратурой Краснодарского края. Вы говорите, это касается таких резонансных дел. Можете привести примеры или нельзя? Есть такие примеры, когда у предпринимателей занимается имущество, останавливается производство. Мы рассматриваем эту историю и видим нарушение процессуального законодательства. В целом присутствуют и оперативные мероприятия, которые проводились. Бизнес останавливается, коллективы не получают заработную плату. Разбираться. Продолжаем, смотрим нарушения там-то там. И идут, соответственно, уже наказания сотрудников тех или иных следственных органов. Изъятие компьютерной техники. Сегодня есть порядок, если идет проверка. По проверке у нас плановые контролируются, неплановые тоже, но они стали своеобразными, скажем так. По жалобе предпринимателя или какого-то жителя. И тот орган, куда обратились, он обязательно должен определенно отреагировать. Он идет, проверяет. Оттуда идут соответствующие действия. Ну, где-то действительно бизнес и не прав, а где-то прав. А вот там, где он не прав, мы уже и говорим, ну, а вы теперь вот того заявителя, который к вам обратился, вы теперь ему какое-то правомерное решение по нему дайте, чтобы у него больше не хотелось желания еще раз обращаться для того, чтобы наказывать предпринимателя. Мы понимаем, что это порой делается и сведомо, намеренно, то есть в условиях конкуренции. Вот здесь тоже вопрос, потому что мы понимаем, чем это заканчивается. То есть здесь четко, жестко отслеживаются эти вопросы. И если, к примеру, видим, что учащаются проверки по той или иной структуре, а мы тоже ведем такую аналитику, мы реагируем вместе с надзорными органами о том, чтобы это прекратить. Соответственно, собираются все те люди, которые участвуют в этом процессе, кто ходит, много ходит из проверок, и это останавливается. И прежде всего сейчас самый главный посыл, бизнес должен знать об этом, контрольные органы, когда идут в проверку, их первая задача — подсказать, предупредить, это уже на всех площадках, уже президент об этом говорит страны, предупредить, подсказать, а только потом, после определенного периода времени, если он не исправит эти события, наказывать. Конечно же, это не касается тех мероприятий, которые изначально угрожают жизни и здоровью граждан, но в целом позиция сегодня такова. И такие органы есть, которые помогают именно бизнесу, не сразу наказывают. Это у нас и налоговая работа в этом направлении, и Роспотребнадзор, и службы МЧС в рамках пожарных мероприятий, пожароохранных. Это есть. И это необходимо распространять и далее. Потому что на прямой линии президент сказал так, просто банально для всех жителей. Говорит, ну почему ставятся вот эти камеры ГИБДД, где-то в таких условиях, которые где не видно, или где-то за углом? Для чего? Просто штраф собрать? Но ведь в целом задача всех органов не допустить гибели людей, гибели природных комплексов и так далее, и так далее. А работать на профилактику и обучать людей порядку, правил, вот это должно быть прежде всего. Точно так же и тут. То есть палочная система, она меняется. И если мы видим, что или к нам идет обращение, конечно бы мы жестко реагируем в этой части. В рамках закона я могу входить в проверку и посмотреть тот акт, который предпринимателю меняют. И посмотреть, справедлив он или несправедлив. И порой бывает так, как только я заявляюсь на вход в проверку, проверка прекращается. Мы понимаем почему. И в этой части тоже нужно предпринимателю информировать, что такой инструмент есть. Еще один из важных инструментов, который у нас есть, на мои ответы и запросы. Руководители всех уровней отвечают, или исполняющие обязанности, не 30, не 15. Вот я как раз хотела спросить, как у вас процесс распределяется, если регламент. Если такое происходит, задержка, то идет уже административное наказание в рамках КУАП. И это, конечно же, серьезно влияет вообще на биографию тех людей, которые попадают под этот инструмент. Там штрафы небольшие, но они уже серьезно отражаются на будущее действие, карьеру и так далее, и так далее. А если идут более жесткие мероприятия, то тогда у нас есть прокуратура Краснодарского края, которая жестко реагирует по нашим тем или иным обращениям уже со стороны своей экспертизы. И у нас в этом году возбуждены не только уголовные дела по предпринимателям, а и по сотрудникам, те, которые шли неправомерно по предпринимателям. И у них сегодня есть уголовные статьи в том числе. Сказать сложно, сколько в целом занимает процесс на рассмотрение каждого дела? Безусловно, мы ни одно из обращений не оставляем незамеченным. Даже бывает так, что обращается, но не наша компетенция. Но мы всегда говорим и даем путь решения тех или иных споров, которые возникают. Это бывает и вплоть до семейных отношений. Они тоже частично связаны, бывает, и с бизнесом, предпринимателем. У нас есть четкая категория работы с обращениями, но мы никого не оставляем без ответа, даем путь решения, подсказываем и говорим, какие ведомства, структуры могут вам помочь. Это очень важно. Теперь давайте немножко поговорим о Сочи. Сочи ведь собираются разрабатывать свою собственную стратегию социально-экономического развития. По-моему, это у нас только первый муниципалитет, который занимается этим. Как там обстоят дела? Я полагаю, что Сочи, наверное, одна из тех территорий, которая быстро реагирует и должна реагировать на события, которые происходят в целом на территории Краснодарского края. По стратегиям у нас все муниципальные образования их имеют. Единственное, что проходит процедура времена, и где-то нужно проводить корректировку. Я понимаю, что в Сочи новая команда и свежий взгляд. И наверняка нужно привести какие-то изменения и видение в тот или иной экономический срез, потому что мы понимаем, что, конечно же, территория должна обеспечивать себя и налоговой базой за счет комплекса мероприятий. Для этого есть все возможности, в связи с тем, что Сочи – это серьезнейшая площадка, которая сейчас имеется в Российской Федерации с хорошим потенциалом и энергообеспечения, и дорожным хозяйством, и курортно-санаторной базой. Но везде нужно в этих вещах правильно применять те направления, которые будут выбраны. Конечно же, это комфортные условия для отдыхающих, которые приезжают уже довольно-таки в большом количестве. И он уже становится круглогодичный. И необходимо посмотреть, где население будет встроено именно в оказание услуг для тех людей, которые приезжают. Это и курортно-санаторная база, это и врачебное направление, это, конечно же, службы обеспечения, которые встречают, которые сегодня и строят, и готовят соответствующие продукты питания, и экскурсионные направления. Мы понимаем, что в Сочи больших предприятий не построить, но сфера обеспечения, которая там возможна быть, ее нужно развивать. Это огромный комплекс оказания услуг тем семи официальным миллионам туристов, которые приезжают в летний период, потом еще до миллиона в зимний период. Это люди, это комфорт, это присутствие, это потом обратная связь уже с другими субъектами Российской Федерации. Наверняка нужно посмотреть возможность обеспечения и нормальными средствами питания, которые тоже должны иметь и справедливую цену, и соответствующую привлекательность. Это, безусловно, и возможность того же строительного комплекса, который испытал там определенные трудности на территории, но вместе с тем их тоже нужно сейчас посмотреть, выработать с ними общие правила игры в рамках градостроительного направления, городсовет, то есть перспективы развития города. Наверняка необходимо посмотреть изменения генплана территории, который на многие годы должен четко выразить и для населения, и для бизнеса, общества позицию развития, чтобы человек понимал, что в ближайшие 50-70 лет он может видеть, как вообще будет складываться территория, где какая будет зона для развития того или иного направления. Это очень важно, это стабильность. И тогда власть, уже понимая весь этот режим по периоду развития, может принимать определенные шаги, оказывать и свою поддержку в рамках субсидирования, которое точно так же применяется у них за счет средств корривого бюджета, федерального, то есть использовать, опять же, частного государственного партнерства, посмотреть сегодня новации, которые Сочи возможно использовать как международного курорта. Это тоже важно. Китайская народная республика, она с большим удовольствием посещает представителей. Этот город, то есть искать такие направления круглогодичной загрузки. А для этого нужны будут люди. И об этом нужно будет четко экономически просчитать, что нам необходим такой потенциал, такие специалисты. Приходите, мы вас увидим, мы будем работать с вами. И вот непосредственно правильно, то, что каждое направление, которое курирует в городе Сочи, замы есть и по строительству, и по дорожному хозяйству, и по социальному направлению, и культурному, и туристическому комплексу, они все работают с людьми, с бизнесом в том числе. Это очень важно иметь перспективу. Как-то вы сказали, что свои главные цели вы видите изменение экономической политики, ну то есть сделать ее более гибкой. И за счет чего и как? Мы же видим, что изменения и условия комфортные, прежде всего для бизнеса, позволяют развиваться не только в целом Российской Федерации, но и субъектом. Вот по итогам года прошедшего бюджет Российской Федерации стал профицитным. То есть у него появились 900 миллиардов рублей, которые будут направлены дополнительно на те нужды, которые нужны государству. В целом на социальные мероприятия, на развитие и так далее, и так далее. Заработал, конечно же, эти деньги бизнес. Но при правильной экономической политике эта цифра должна быть больше. Если мы говорим, что бюджет Российской Федерации там свыше почти 20 триллионов рублей, а заработали там на 900 миллионов больше, это уже есть результат. Но если посмотреть развитие применительно к промышленному комплексу, к работе с банковским сектором, с уменьшением налоговых ставок, которые есть, определением приоритетов, зонированием территории, в целом, завершение тех программ и тех проектов, которые ведет государство, и социальных в том числе. Ведь многие объекты у нас просто не успевают завершаться в этом году, потому что не подготовлена там проектно-сметная документация, нет возможности в этом году, допустим, исполнить. Это все перетекающие остатки, которые не исполнены, а средства есть. То, что мы говорили о том, что ипотека, она не должна быть вот с такой высокой ставкой, она уменьшается. Но вообще строительный комплекс, он объединяет вокруг себя свыше 120 компаний различного уровня, различных отраслей, которые участвуют в стройке. А это тысячи, тысячи людей. И вот грамотный подход, именно когда и бизнес, и власть понимают, что нужно делать, слушать друг друга, потому что предприниматель находится на земле, он это чувствует и подсказывает правительству в том числе, как нужно двигаться дальше, экономический расчет вести, для того, чтобы насыщать именно бюджеты всех уровней. За счет комфортных условий, перспективных направлений ведения бизнеса. То есть это углубленная работа. И налоговая политика в том числе. Где-то в какой-то период времени налоги уменьшаются, но когда видят, что здесь уже можно вести более такую политику в рост, она повышается, налоговая ставка. То есть здесь должен быть баланс интересов. Это, конечно же, если мы видим, что курортно-санаторный комплекс требует серьезных сегодня изменений для себя. Это и начиная с билетов на самолеты, это субсидиарная поддержка, это возможность льготирования и условий для тех же сотрудников, коллективов, предприятий, которые приезжают оздоравливаться. Потому что это потом дается другим эффектам в рост. И не нужно бояться понижать. Конечно же, нужно возмещать те потери, которые будут. Но опять же, это взвешено. Доказывать эту ситуацию именно в правовом поле, если это требуется, федеральная поддержка, значит федеральный уровень. И вот это одно из самых направлений важных, когда бизнес именно участвует в развитии. Но вот тот тормоз, который возникает, например, с мероприятиями, связанными с банковской системой, с составкой, ну или уже те же надзорные мероприятия, они точно так же встроены в экономическую связь. Не будет роста экономики, когда тебя будут беспричинно проверять и предъявлять тебе повышенные штрафы и меры наказания. Но это тоже экономика. Никто этим заниматься не будет. Вот этот комплекс мероприятий, должен использоваться для того, чтобы был результат положительный. И край сегодня, кстати, идет в этом режиме с темпами. Если вот последствия сессии законодательного собрания, где обсуждали бюджет территории Краснодарского края, уже сегодня бюджет составляет 300 миллиардов рублей. Да, осталось там немного, чтобы... Планы были на 305, то есть по году еще два месяца впереди. То есть по итогам года он будет выше, чем 305 миллиардов. И это тоже показатель о том, что вот нашли взаимодействие и бизнес, и власть. То есть оказывается, субсидиарная поддержка определенным отраслям экономическим на территории края. И поэтому идет комфортный рост. То есть заложили зерна, получили результат. Не сразу где-то, но он идет результат. И хорошо то, что бюджет края в этой части растет. А перспективы, конечно же, есть, и они порой зависят, безусловно, не от... здесь, от субъекта. А это нужно решать на федеральном уровне. И поэтому вот и бизнес-сообщество может продвигать жесткие свои предложения, направленные в рамках развития, для того, чтобы здесь было комфортно. И вот тут как раз и есть взаимодействие бизнеса и власти. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Спасибо.